А задача какая? Третья. Всему своё время. А ещё кроме третьей? Задача номер три. Окей, всему своё время. Сквозь ок, всякие вещи под небесами. Время... Давайте, давайте. Музыку выключим. Не надо, пусть будет. Там же рандомное что-то начаться. Рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насаженное. Время убивать и время исцелять. Время взламывать и время строить. Время платить и время смеяться. Плакать, плакать, плакать. Скорбеть и плясать. Время. Разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время утолять от объятий. Время искать и время терять. Время хранить и время бросать. Время разрывать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время вернуть. Да, я думаю, что признали. Так подумай о том, что ты ведь признал справедливым выполнять также это что идет во вред властям и вообще тем кто сильнее когда власти неумышленное подписываешь что-нибудь самим себя вред признал справедливым и и также то что идет во вред властям и вообще тем кто сильнее когда власти неумышленный он ошибку внушит внутрь правил и просто как бы делает ее частью тела этого права да ну же просто сразу как негативное мышление вот он пользуется негативным этим мышлением что ну ну в сущности это же на самом деле это же жизнь это же жизнь ну да ты можешь ошибиться значит давай рассматривать то как ты ошибаешься исторически платон знают что есть такие случаи когда власти предписывали себе что-то что потом предписывали что пользуясь тому, кто совершает оттого, что он трудно и он трудно. Увидел я дело, которое дал Бог сынам человеческим, дабы забавляться этим. Все-все-все-все прекрасно в свое время, даже вечность вложил в их сердца. Но дарского дела, творимым Богом, не мог постить человек от начала и до конца. Узнала я, что нет для него ничего лучшего, чем веселиться и делать добро в жизни своей. Если то, если пьет и видит благо во всяком любви в своем, то это для того же. Вовред властям и вообще тем, кто сильнее. Когда власти неумышленно предписывают что-нибудь самим себе во вред, ты все-таки утверждаешь, что справедливым будет выполнять их предписание. В этом случае, премудрый Фразимах, разве дело не обернется непременно таким образом, что справедливым будет не выполнять как раз противоположное тому, что ты говоришь? Ведь здесь слабейшим предписывается выполнять то, что вредно сильнейшему. Ну конечно. В этом случае, прямо, что справедливым будет выполнять их предписание. Ты сказал, не выполнять. Еще раз прочти, пожалуйста. Прочитай этот абзац. Когда власти неумышленно предписывают что-нибудь самим себе во вред, ты все-таки утверждаешь, что справедливым будет выполнять их предписание. В этом случае, премудрый Фразимах, разве дело не обернется непременно таким образом? Знал я все, что Бог творит. Это будет победа. То, что было, это и есть. А то, что будет, уже было. И Бог взрывает, дышит за преследуемого. И еще увидел я под солнцем Вместо суда, а там беззаконие. Вместо справедливости, а там беззаконие. Сказал я в сердце своем, Праведливого и нечестивого Бог рассудит. Ибо там есть время Для каждой вещи. И для любого дела. Окей. Сказал я в сердце своем По поводу сынов человеческих. Что отличил их Бог От других существ. Но увидел, что сами по себе Они скоты. 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 Именно скоты. Ибо учить сынов человеческих И учить скотина одна и та же учит. Как тем умирать, так умирать и этим. И дыхание одно у всех. И нет превосходства человека над скотом. Ибо все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха. И все возродится в прах. Кто знает, возносится ли вы из двух сынов человеческих А двух животных Усходят ли вниз в землю. Никто. Умирается. Умирается. Не увидел я. Пусть нет ничего лучшего. Чем радоваться человеку. Челам своим. Умирается. Дома лапа. Что будет, когда она неizes. И кто будет на то, что будет. Что будет, когда она не хочет. И кто будет на то, что не зависает. Я не хочу. А я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok